Карма продолжает настигать россиян. Уже почти неделю Бурятия продолжает страдать от последствий большой непогоды. Из-за проливных дождей в водоемах образовалось наводнение, в результате чего прорвало дамбы. Теперь большая вода просто сносит все на своем пути. Дома, машины, а также мосты. Из берегов уже вышли реки Боляга и Микирт. Под водой оказались важные автомобильные дороги. Подъем воды. Селе Новая Брянь. Речка Брянка. В таком состоянии сейчас водопропускную трубу. В ответ на обострение ситуации местные власти объявили в российском регионе чрезвычайное положение. Под камень затопило, под камень такие сидят на горе. Вот что у нас творится в пугодах. А по этой трассе еще какое-то время объезжали затопленные участки, большие грузы и другие машины. Но ее также пришлось закрыть из-за потопления. Как видите, там образовалась огромнейшая пробка из фур. Все стоят. И пробка. Вон она. Вон она. Вон она. Все стоим, короче. Ждем. Сказали, сутки не больше. Может больше. Местные власти мобилизовали технику для укрепления дамбы. Но Посейдо на нашей стороне. Поэтому вся эта техника также просто идет под воду. Можно посмотреть, что у нас творится здесь. Офигеть. Где вот? Мы стоим на мосту. Тут идет круговорот воды. Не дает дальше водяки. Поэтому здесь у нас падает земля. Возле села Шабурь, прямо под мостом, вахтовый автобус поглотила водная пучина. Кроме того, затонул автомобиль, а дорогу под железнодорожным мостом просто размыло. Школьный мост начинает рушиться. Все, второй мост пошел. Крюмка 4. Вау. Это уже упало. Их, я себя, вот это, я сроку не вижу. Ничего себе. Смотри, что вот так говорится. И его помать. Смельчироваться. Поплыли. Обалдеть. Где же было? Как сообщали российские пропагандисты, поезд с девятью вагонами, щебня, шпалами и необходимым оборудованием был отправлен на помощь жителям, пострадавшим от природных катаклизмов. Но смог ли он добраться, так и неизвестно. Зашла вода в подполье, подтопила фундамент печки, и печка сейчас там в аварийном состоянии. У вас, хозяйка дома, у вас сколько, Алена, подполье глубина? Большая? Метра два? У меня метр с ямисять, я вот так суть. Ну да, два метра с лишним, глубина подполья, и вот она полная в воде. Ну, сейчас местные жители все активировали здесь с улицы, и мужчины, и на машинах на своих. Пытаются перекрыть все это, чтобы не было доступа воды. Но река очень большая, огороды там уже по низине подтапливают, и картофельные поля подтапливают. И получается, сейчас трактор ждем, может быть, дамбу вот эту строить будем. Состояние реки Вилька, улица Вокзальная. На данный момент эвакуированы более ста жителей зон затопления. Также наводнение затронуло и Забайкалье. Ныне проходит эвакуация жителей города Петровск-Забайкальский и поселка Орловский. Россия не жалуются, что на носу зима, а они остаются ни с чем. Дома затоплены, огороды уничтожены. Меня зовут Наталья, Малопрещина Наталья. Размыла огород, остались только одни кабачки. Ну, посмотрите сами. Кабачки, огурцы, картошку тоже полностью смыла. Ну, там все не так, ладно, пострадали, просто грязью там отмолись. Все русские деревья, церкви тоже. Собаку у нас чуть не утонулось, не успели спасти, а вот огород у нас сильно замыл. Тем временем преступный московский режим отказался считать своей ответственностью систематические прорывы дамб в России. По словам Пескова, Путин не занимается вопросом состояния гидротехнических сооружений в российских регионах. И Кремль не может оценить, является ли проблема аварий на дамбах системной. Но не буряйте единой. Так сейчас выглядит общественный транспорт в Иваново. Это новые технологии, бесконтактная мойка салона. Но радостные дети нашли в этом плюс, так как лучшего курорта они в своей жизни еще не видели. Сейчас что будет? Сейчас выльем обратно. Да, есть качество стандарта. У детей праздник. Затопило и Анапу. В городе и близлежащем поселке Супсе грозовой фронт стал причиной частичных отключений света. Синоптики также предупреждают о формировании смерчей. Центральный пляж Гребенска. Все затоплено. Можно тут купаться. Борьба с наводнением при помощи сложной строительной техники. Смотрим внимательно. Главное разогнаться подальше. Ну-ка. 21 век. Ну-ка. Попытка номер два. Еще дальше уехал. Волна будет эпичнее, наверное. Волна будет эпичнее. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...